Биочар В данном проекте предлагаем другое решение. Мы предлагаем производить пиролиз этих отходов с получением так называемого пирогля. Что такое пиролиз? Пиролиз это термическая обработка отходов в бескислородных условиях. Мы все знаем термическую обработку, которую мы называем сжиганием. То есть мы сжигаем в печке древесину, мы можем сжигать вот этот же самый помет. Это тогда, когда все органическое вещество сжигается и образуется просто золат, который мы из печки выгребаем. И золат является хорошим удобрением. Мы вносим там под помидоры, огурцы и так далее. При пиролизе не происходит полного сжигания органического вещества. То есть в этом пирогле остается, ну и понятно, что и калий, и фосфор, которые необходимы растениям. Но еще остается большое количество углерода и азота. Ученые реализуют проект в рамках федеральной целевой программы. Три года назад они провели соответствующие лабораторные испытания. Затем создали установку, где получили большое количество биочара и затем использовали его на полях одной из самых мощных производственных площадок в России – «Заинский сахар». Эта установка собрана, соответственно, сотрудниками федерального университета. Она предназначена для переработки куриного помета. Ну, можно другие отходы, но все-таки первоначально куриного помета. Ее особенность состоит в том, что эта установка работает в режиме слова, так называемого, пиролиза. И она является установкой роторного типа. За хранение и утилизацию таких отходов предприятия обязаны платить государству. Проект Казанского федерального университета позволяет создать новые технологии, обеспечивающие переход в высокопродуктивному, экологически чистому агрохозяйству, включающих систему рационального применения традиционных удобрений и удобрений нового поколения, а также применение средств биологической защиты для сельскохозяйственных растений. Во время самого процесса переработки куриного помета будет получено пиролизное топливо. С помощью НИВУ установка сможет сама себя обеспечивать энергией. В эту реторту загружается исходный материал. Далее реторта вращается на очень медленной скорости. В печи, в камере в основной, достигается температура 400 градусов. Далее газы уходят в камеру дожига для экологических норм. А в самой реторте происходит нагревание без кислорода, что позволяет получить нужный нам качественный продукт. Технология, разработанная Институтом экологии и природопользования КФУ совместно с индустриальным партнером «Заинский сахар» получила положительные результаты. Если мы выращиваем на почве без каких-либо удобрений, у нас получается у чмья, если я не ошибаюсь, 16 центнеров с гектара. Если мы выращиваем с минеральным удобрением 21 центнер гектара. Если мы выращиваем с пиром углём, у нас получается 26 центнеров с гектара. Казанский федеральный университет одним из первых в России использует пиролиз для обработки куриного помёта. В мире для такой обработки используют сушку помёта. Однако пиролиз является более эффективным, поскольку сушка решает не все проблемы, которые могут возникнуть при применении. Ведь в отходах содержится множество вредных элементов для человека. Есть вредные микроорганизмы, которые либо являются болезнетворными для растений, либо выделяют токсичные вещества, замедляя рост микроорганизмов и так далее. Мы можем из почвы выделить полезные микроорганизмы, нанести их на поверхность пироугля и пироуголь с микроорганизмами внести в почву. Таким образом мы достигаем двойного эффекта. Первое, пироуголь у нас является источником питательных элементов, он является структурирующим агентом. Плюс ко всему он является домиком, убежищем микроорганизмов, которыми мы хотим улучшить рост растений. Стоит отметить, что биочар является полезным удобрением и для почвы. Его преимущество в более длительном нахождении в почве. Оно менее доступно для микробов, в результате чего они поедают его медленнее, постепенно переводя в гомоспособные вещества, и углерод не улетучивается слишком быстро. Тем самым повышается плодородие и предотвращается повышение температуры в окружающей среде. И в то же время получающийся пироуголь не пахнет. Пироуголь представляет из себя уже отход гораздо меньшего класса опасности. То есть он менее опасен, чем исходный куриный помет, вот этот вот пироуголь. И плюс ко всему, этот пироуголь является прекрасным также удобрением, потому что в нем, как в исходном помете, содержатся углерод, азот, калий и фосфор. Но преимуществом пироуголь является то, что в отличие от куриного помета, он является так называемым долгоиграющим удобрением. Этот проект, связывающий в одно и то же время климат, плодородие, почвенную деградацию, очень важен для решения текущих сельскохозяйственных и экологических проблем. Субтитры создавал DimaTorzok